Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! В тот раз я заквасил капусту, показал вам, как она быстро солится. Соль, капуста, морковка и больше ничего. Два-три дня в тепле и она готова. А потом уже погребок ее. Вот она у нас заквасилась. Готова. Ее получилось чуть больше, чем 3 литра. Поэтому вот эту мы погребок сейчас отнесем. А вот эту будем есть. Вот она, заветненькая. Хрустящая получилась. Я уже пробовал, но еще разок не откажусь. И вы послушайте, как она хрустит. Как? Распада алкоголики, как она? Оп! Расскажу хороший рецепт простейшего салата. Берешь эту капусту, покупаешь на рынке пахучее масло подсолнечное, чтобы оно с семечками пахло. Не рафинированное из магазина, которое уже стерилизованное. Там ни запаха, ни вкуса, ничего нет. А пахучее. Поэтому капусточку, маслица. Покупаешь ялтинский лук. Плоский, красный. Он сладкий. Лучку туда нарубил. С капусточкой. И немножко сахарку. Для контраста. Квашеная соленая капуста. И сахарок. И вот этот лучок ялтинский. И пахучее масло. Ну, это просто объедение. Берешь еще хлебушка хрустящего, черненького. Под картошечку. Под что угодно. Ну, а под это дело, само собой, святое. Ну, и расскажу вам, перед тем, как погружать в погребок прохладный, расскажу несколько пословий с поговорок наших русских, которые я очень люблю. Запас человека не портит. Запасливый лучше богатого. Запасливый голодным не сидит и нужды не знает. Запас душу не томит. Карманы не дерет и глаза не колет. И пару прикольных поговорочек. Запас и замок лучшие друзья человека. И еще одна старинная русская. И медведь из запасу лапу сосет. Вот так в России говорят про запасы. Говорили раньше, ну и сейчас это актуальности не потеряло. Идем в погребок. Представить красоту эту на длительное хранение. Вот он, завятый погребок. Пошел. Вот он погребочек. Прохладненько здесь, градусов 7-10. Чуть теплее, чем в холодильнике. Но для овощей то, что надо. Вот смотрите, что закатали. Видите? Это томатный сачок. Не рекомендую его просто выжимать. А лучше всего с блендером, вместе с мякотью. Только хвостик отрезать. Перетереть и туда. Во, получается. Вкусно, сочно. И не жидко. Класс просто. А вот это лечо. Перчик с томатиками. Тоже хорошо идет под водочку. Но вы же знаете, что я пить бросил. Это просто уже как гурманское лакомство. А вот огурчики. Специальной волошуковской засолки. Что это значит? Холодная родниковая вода. Чеснок. Укроп. Крен. Это все наше домашнего производства. Листья смородины и листья дуба. Для того, чтобы хрустело. Вот великолепные просто. Вот такие. Класс. А вот помидорчики. Безуксусные. Здесь тоже водичка. Соль. Сахар чуть-чуть. Укропчик. Чесночок. Хрен. И листья смородинки тоже. Получается великолепно. Вот такие помидоры. Пока сюда поставлю. Пусть потеет. Ждет своего часа. А вот компотики. Экологически чистые. Из вишенки. Видите какие прекрасные. Вот это из красной смородины. Вот это клубничные. Чисто клубничные. Вот это из белого винограда. Который мы посадили недавно. Я вам показывал в тот раз. Прекрасный получился виноград. Очень сладкий. Несмотря на то, что это подмосковье. Казалось бы прохладно. Но класс. А это варенье. Различное. Мы его много не делаем. Так как не едят. Так используем. Для сырничков. Со сметанкой. Для разных ватрушек. И т.п. Как десертик такой. Дополнение. Топпинг. А основную часть мы морозим. Она лежит натурально. В больших морозильных камерах. И вот это идеально. Выняли. Разморозили. Свежие ягоды на столе. Великолепно. Их можно и в вареники. И куда угодно. Вот такая вещь. А это то, без чего настоящий хохолк жить не может. Это от нашего последнего кабанчика. Вот оно у нас засоленное. Не портится. Не стареет. Открыл. Съел. И все четко. И. Перетопленная сальса. Смолец. Так называемый. Вот оно. Незаменимая вещь. Что я рекомендую всегда делать. Это подписывать все банки. Подписывать дата, когда это сделать. Потому что проходит время и забывается. А так ты знаешь. У нас везде. Вот везде. На каждой банке. Видите. Надпись. 20-20 виноград. Вишня. Для пирогов. Написано. Вот так. Малина. 20-20. Тогда не забывается. И ты тогда съедаешь более ранние запасы. А эти хранятся. Ну и раз я уже попал в погреб наш. То обязательно надо рассказать вам историю. Про какой-нибудь погребок. Я вам расскажу об артиллерийских погребах. Которые находятся на военных кораблях. Я служил на эсминце. И у нас были и артиллерийские погреба. И ракетные. И по ним нужно было все время ходить. И проверять давление. Температуру. И влажность. Вахта называлась. Дозорный по погребам. Вот я был дозорным по погребам. Когда был молодой. И через 2 часа ходится. Спускается. Там стоят самописцы. И нужно обязательно в журнал записать. Показания датчиков. Температура. Влажность. И давление. И это невозможно подделать. Если ты заранее напишешь. Чтобы потом просачковать. Второй раз не ходить. То любую минуту могут спуститься. И посмотреть. А записи нет. А? Обманул. Так что такие вот меры безопасности предпринимаются на кораблях. Поэтому нам надо, наверное, тоже здесь поставить приборы давления, измеряющие влажность и температуру. Чтобы, не дай бог, тут что-то не взорвалось, пока нас нет дома. Пока мы на рок-концертах или на рок-репетиях. А то же вы знаете, помидорчики могут, вдруг потеплеет, они повзрываются. А так мы будем четко знать. А у нас только вентиляция, видите? Чтобы тут воздух не застаивался. Больше ничего нет. Но пока все было в порядке. Поэтому, ребята, заводите погреба, выращивайте капусту, помидоры, огурцы, ягоды. И все будет хорошо. Рок-н-ролл форевер. Ну все, рассказал вам. И теперь иду пить кофе. И зачитывать вам самые интересные комментарии, которые поступили на наши посты за прошедшую неделю. Вперед! Ну что, про погребок вам рассказал. Про квашеную капусту рассказал. Как салат хороший делать рассказал. Как закусочка, чтобы была великолепная. И поговорки русские вам рассказал. А теперь вот устал, утомился. Поэтому опять пришел кофейку попить в свой зимний сад. И зачитать вам пару интересных комментариев. А чем сегодня комментарии интересные? Расскажу вам. Аж целых три человека обращаются ко мне, как к Господу Богу. Поэтому я их скомбоновал вместе. Сейчас зачитаю. Вот Эсгалеев. В ответ на нашу рекламу говорит. Где я согрешил, что мне реклама достает? Отвечаю. Ты согрешил, сын мой. Скорее всего, по пьяни. Поэтому не помнишь ничего. Смотри, будь осторожней со стаканом. А то такое тебе вспомнят. Ого-го. А вот исполнитель, по-английски написано, исполнитель, пишет. Господи, Волощук, перестаньте выкидывать тысячи долларов в рекламу Инстаграма. Лучше наймите репетитора по вокалу. Отвечаю. Вы рано записали меня в Господи. Но мне понравилось, я честно вам скажу. Хотя пока расту. Готов для вас апостолом я послужить. И репетитора как петь я научу. А вот Нит Оу Ви пишет. О боже. И закрывает глаза смайликом. Отвечаю. Один, но очень набожный товарищ. Решил зайти к Волощуку СД. На его Нью Хардрокерский аккаунт. Чтобы уложение высказать звезде. И так его все сильно впечатлило. И так его все это потрясло. Что лишь, о боже. Он сумел сказать в полсилы. И рухнул навзничь. А что ждали вы еще? Ну и пару. Пару положительных комментариев. Вот Манюня 4278. Говорит о песне. Про кино. Про сериалы. Классная песня. Соглашусь. От некоторых фильмов и сериалов люди тупеют. Отвечаю. Я думаю тупеют люди, Настя. Не из-за сериалов и кино. Из-за безделья. Здесь нас ждет опасность. Никем не стать. Вот это беспокоить нас должно. Вот Юлия К. Спрашивает. А в телеграмм нет у вас страницы? Отвечаю. Руки мои пока не добрались до телеграмма. Но я надеюсь на надежность своих рук. И для начала Путину отправлю телеграмму. Не беспокойтесь. Рок в порядке. Волощук. Ну все. На сегодня порядок. Все закончил. Пью кофе. Отдыхаю. Всем привет рокерам. Пишите интересные комментарии. Мне очень интересно на них отвечать. Жду. Особенно от хейтеров. Ребята. Не скучайте там. Не расслабляйтесь. Пишите. Буду отвечать всем. С уважением. Волощук РЗД. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории Иван без цензуры. Расскажет рокер Волощук.